Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Правильная обратная связь помогает развиваться и расти. Но одно неосторожное слово может пошатнуть веру в себя. Какой бывает лесть и как научиться корректно и конструктивно критиковать? Об этом узнаем сегодня у нас в гостях психолог Елена Яшина Ахундова. Елена Закировна, здравствуйте! Здравствуйте, Галин! Что касается обратной связи, писать отзывы, какие-либо комментарии сейчас стало уже обычным делом. В любое время дня и ночи можно открыть какой-то гаджет и написать. Мне кажется, раньше было намного сложнее с этим. Приходилось говорить либо в лицо, либо там какие-то книги, жалоб, отзывы писать. Интересный заход сделали. Раньше всегда нужно было иметь дело с человеком. То есть даже когда вы писали в какой-то книге жалоб, то все равно вы это писали практически на глазах у человека. Да, вот это интересно, вы увидели сразу такую тему. Ну, во-первых, скажу так, что вот сами вы даже в своих вводных словах сказали верную вещь. И там уже видно некоторое противоречие интересное. То есть когда вы говорите о том, что вроде бы как надо давать ее, и там она как-то дается по правилам, да, где-то. Но в то же время мы ее получаем постоянно. То есть где по правилам, если на тебя каждый может отзыв написать. И даже не только отзыв, а просто под твоим постом может что-то написать просто как обратную связь. Вот. Ну, то есть можешь же так написать человек? Имеет право полное. Вы ему говорите, иди отсюда, выздоравливай. Ищи психиатр. Ну, то есть в этом смысле здесь как бы мы имеем с разными видами обратную связь. Дел, конечно же, но надо понимать, что в любые времена это реакция на наше поведение, это реакция на наши действия, на наши слова. Вот, собственно говоря, вот все это и является обратной связью. То есть это то, без чего человечество не существовало. Это не какой-то менеджерский прием. То есть как вот мне сказала одна там девушка у нас работает, молодая сотрудница. Она говорит, ну, Елена Закин, ну ведь обратная связь, это же вот то, что дает начальник подчиненному или вообще люди на работе. Нет. Обратная связь есть всегда и везде. Другой вопрос, хотим мы это видеть или нет. Считаем мы это легитимным или нет для себя. Я, знаете, Галина, если позволите, обращу внимание на один момент. Вот, наверное, вы даже как, ну, с теми же все равно, я так понимаю, она вам интересна. Вот, и как мы беседовали, вы много читали на эту тему, вы увидели, сколько вообще на эту тему написано, как правильно давать обратную связь. И там действительно написано, что каждое слово может повредить, там, и там, и с детьми будьте аккуратнее, и с подчиненными будьте аккуратнее, и с начальником. Да, мы это еще разберем. Да, да, это мы поговорим, да. Но вот вопрос-то в чем? А почему, например, мы так этим озабочены? И я сразу хотела зрителям, наверное, сказать такую важную вещь. Вот обычно озабоченность, ну, такая вот технологичная, она присутствует в тех местах, где, когда это пущено на самотек просто, на работе, например, в каких-то важных моментах, там, это значит, что там очень широкий разброс. От очень большого минуса и нанесения вреда до очень большого плюса. Это значит, что тема ресурсная. Ну, это как принятие решений, да, мы тоже знаем, там, метод принятия решений. Обратная связь. И тут у нас появляются тоже методы обратной связи. Это значит, что если мы будем действовать там спонтанно, то, может быть, мы действительно можем нанести как урон, так и дать большие плюсы там. То есть это значит ресурсная тема, как всегда. То есть я так поняла, что обратная связь – это часть любой коммуникации между людьми. Ну, это коммуникативный феномен, да. А как вот в этом потоке разделить конструктивную и деструктивную обратную связь? Вот я думаю, что здесь как бы единых правил нет, потому что мы разные люди. Ну, даже вот поясню такую штуку. Вот, например, есть люди, которые иронимы, да. И вы, например, его там говорите, не одобряйте его действия. Человеку плохо от этого. А есть люди, они чувствительные, но не иронимы. Он вас послушал и для себя подумал. Ну, честно скажу, я так делаю. Я тоже чувствительный человек, но не иронимый. Вот. Я для себя думаю, ага, еще один аргумент, чтобы как бы, ну, например, критический, думаю, чтобы на него можно было ответить, например. Ну, то есть это разное восприятие. Одному человеку вы нанесете урон, другому нет. Все же любой коммуникативный феномен – это взаимодействие. Он на взаимодействие людей построен. Поэтому здесь надо смотреть. Но если все же какой-то взять, ну, наверное, на большинство людей действующую или не действующую коммуникацию, то вот здесь я бы на это так посмотрела. Ну, например, если вы только встречаетесь с людьми, и вас по каким-то причинам заставляют говорить негативные вещи, ну, я вот знаю, на некоторых тренингах, например, если они, конечно, не по жестким коммуникациям, а просто по, например, взаимодействию, например, обычные натверкинговые там такие мероприятия, и, например, просят сказать, что в человеке позитивного и негативного, вот здесь я была бы осторожнее, потому что немотивированная критика, ну, то есть зачем она? Просто поговорить о негативе, она, ну, не оправдана. То есть потому что надо понимать, что? Что как человек, когда слышит про себя негатив, он будет вас воспринимать как, ну, если не врага, то человека негативного. Это происходит бессознательно. Он как бы и знает вроде, что вы должны сказать это. Но если вы увлеченно начнете его критиковать с первого взгляда, то, конечно же, ну, вы галочку поставите. То есть человек будет неприятен. Вот. Если мы говорим об обоснованной критике, например, когда человеку, правда, например, надо опробировать свой продукт, и ему говорят, смотри, вот здесь у тебя может быть проблема, тогда это нормальная история. То есть когда это работает на человека. Лесть – отвратительная штука, на мой взгляд, потому что, например, нет некоторых людей вообще погружают в звездную болезнь. Например, когда люди кланяются к креслу, начинают все время льстить и говорить, ой, вы такой необыкновенный человек, вы мой кумир, там, и все прочее. Без иронии многократно, то, конечно, это очень опасная история, потому что так мы просто портим человека. И, кстати, лезть хуже критики. Потому что критика, она хотя бы дает человеку повод задуматься и насторожиться, какой любой такой, знаете, впрыск опасности. Любая опасность заставляет нас быть в тонусе. Ну, людей, кто, конечно, с такой нервной системой ранимый может погрузить в негативное чувство, или, например, ребенка, например, погрузить тоже в какое-то состояние, с которым придется потом выходить с помощью родителей. Вот, но вот все же, если мы говорим, что это, ну, как бы какая-то штука адекватная или неадекватная, то тут я бы два правила увидела. Что все-таки обратная связь должна быть честной, а второй с любовью. Честность с любовью, если вот так. Вы скажете, какая любовь на работе. Ну, сначала что-то хорошее сказать, а потом... Не обязательно, смотря как вы это говорите. Вот знаете, здесь вот, да, мы сейчас поговорим об этих формулах обратной связи, это когда мы говорим о чужом нам человеке. То есть если вы коллеги, то да, там вот этот принцип бутерброда и разных там правил о выговорении обратной связи. Конечно, там все же, как бы, важно отметить конструктив, что все, с ситуацией вы справились. Но если вы находитесь, например, в одном пространстве, в родственном даже, то, может быть, вам важно, чтобы человек честно, но не грубо сказал сразу, какой недостаток. Например, вы можете воспринимать его долгий подход к чему-то, как издевательство. Ну, вот честно, вот, например, если честно, ответить на этот вопрос. Вот если, например, мне там муж будет говорить, ой, ты знаешь, вот в целом ты молодец, я уже насторожусь. То есть это что сейчас, манипуляция какая-то сейчас последует за этим? То есть тут зависит от того, какие у вас общения, принятые вообще форматы общения, чего вы ждете от человека. Или там от друга, подруги своей. Я жду все же честные разговоры. Ну и потом, смотрите, обратная связь, это же не обязательно позитив или негатив. Это же может быть какая-то содержательная вещь. Ну, вот, например, там, ну, предположим, вот я там принимала сейчас экзамены, там, бизнес-тренеров. И, например, люди могут как говорить? Вот, например, они проводят упражнения друг для друга и, понятно, критикуют. У них это обязательно, ну, в обязательной форме, потому что это интересно. И это и есть, собственно говоря, главное там, что ценно. Но люди могут, например, говорить как? Предположим, вот, вроде упражнение хорошее, но я бы, например, его сделал еще, вот, дополнил тем-то. То есть это же может развивать, но не обязательно развивать в том смысле, что я тебя развиваю, а ты такой недоразвитый. А в том смысле, что я вижу еще вот эту возможность. Вот, ну, человек может же не видеть ее, может все равно, как мы говорим, один уп хорошо, два лучше. И обратная связь, она должна вот такой честный характер нести. На мой взгляд, самое ужасное, это вот такая лицемерная обратная связь, когда, ну, даже по всем законам, по всем канонам вы ее проводите, по формуле. И, например, говорим, ты внешне, конечно же, молодец. Вот даже я это произнесу. Ты, конечно же, молодец. То есть ты такой замечательный вообще профессиональный человек, но вот здесь ты не доработал презентацию. Я считаю, что если мы дальше это улучшим, то дальше наша компания может проявлять себя еще лучше. Ну, честно говоря, на мой взгляд, это отвратительно просто. И просто если человек примерно в такой тональности это говорит, и то видно, что за этим стоит лицемерие. Просто нельзя ли сразу сказать, не доработал ты презентацию? Давай-ка, то есть немножко нас подводишь всех. Вот, хотя ты, конечно же, крутой. Но давайте свою крутость покажешь, например, все же. И я тебя жду к этой крутизной. Давай сделаем все-таки классную вещь. Ну, то есть все равно это зависит от того, кто говорит, как говорит. И для чего самое главное. А мы говорим все же о любви к делу и о том, как мы это реализуем. И к тому, что мы делаем сами, к своему таланту. Мне кажется, это важно. И когда это делается, ну, если вы знаете, что человек делает это с пользой для вас, и в это верите, а не просто он заявляет, то, конечно же, люди принимают обратную связь, иногда жесткую. Иногда рады ей больше. Да. Но, получается, давая обратную связь, надо подготовиться хорошо. Надо подготовиться и понимать, из какой мотивации вы это делаете. Ну, то есть, ну, большинство людей не задумываются, думают, что можно отрубить правду матку такую. То есть самому понять, что я хочу этим сказать. Ты вообще для чего это делаешь? Правда она чья? Для чего? Может быть, ты в зависти находишься и говоришь человеку там, прекращай там, например, там это дело. Но почему он должен прекращать? Может, он как раз молодец. Это на заборе тогда будет обратная связь. Да, да, да. Ну, да, кстати. Ну, есть и такие моменты предупреждения, да. Кстати, правильную вы вещь говорите. То есть есть вещи, когда мы предостерегаем человека. Но в то же время надо понимать, что для чего мы это делаем? Из любви все-таки делаем или из чего-то еще? Это если мы ее даем. Вот давайте разделим, да? То есть вот когда мы даем обратную связь или когда получаем. Вот когда мы даем обратную связь, надо понимать, что мы в этот момент делаем. Мы улучшаем что-то, ухудшаем что-то. А может, да, свою зависть не можем перенести. Но может, тогда так и надо сказать. Знаешь, я тебе завидую. Поэтому вижу все твои недостатки. Или что-то еще. Это же тоже обратная связь. Вот для меня, кстати, такое признание, оно лучше всего. Когда, например, однажды, то есть мы там с моей партнершей ехали, я рассказывала про себя, про то, что вот я бы хотела сделать. И она так, смеясь, говорит, неприятная вы женщина, легко вам все так удается. Это же обратная связь. Но она с иронией дала мне понять, очень много всего. И в первую очередь она мне дала понимание своего хорошего отношения, несмотря на то, что, может быть, у нее по-другому. Но для меня это выражение любви, понимания, партнерства. На мой взгляд, если уж переводить эту любовь и честность, то, наверное, она должна быть конструктивной, как мы говорим, с одной стороны. А с другой стороны партнерской. Если вот так. Если в рабочую ситуацию, то конструктивной партнерской обратной связью. То есть что мы делаем? Мы выстраиваем партнерство для того, чтобы потом получить хороший результат. Ну, вы, опять же, формул много разных. Там есть от правила бутерброда до сложных. Что это такое? Ну, правила бутерброда – это простая вещь. То есть сначала вы начинаете с чего-то хорошего, что вы находите. Ну, например, в том, что в целом вы справились с задачей. Вот. Но не начинать в целом. Ну, конечно. То есть все-таки, ну, понятно, если мы будем набрасываться там на человека, надо понять, что... Хотя мне кажется, вот эта похвала, она не для того, чтобы человеку эту похвалу дать. Мне кажется, во многом она для того, чтобы самому говорящему настроиться. То есть, если уже вы, да, говорите. То есть человеку настроиться на то, чтобы все же прийти в конструктивное русло. То есть понять этот конструктив. Потом высказать замечание спокойно и опираясь на факты. Ну, то есть не просто там «мне кажется». Можно и «мне кажется», но надо это указать. То есть, по моему видению, это так. Ну, то есть, тем не менее. Но если это факт, то факт. Например, факт, может быть, отклик кого-то. Это может быть результат, там, переговоров или проекта и так далее. А потом завершить это на том, что тоже на позитивном забросе в будущее, как это будет, если мы это реализуем. То есть, например. Ну, то есть, да, и если это там получится у нас, то тогда, конечно, проект будет завершенным, предположим. Ну, то есть, да, в этом смысле, мне кажется, это нормально работает, в принципе. Но это работает хорошо для начинающих, где, например, вы не понимаете, у вас не выстроено отношение с человеком. Потому что иногда даже такой вот подход, он может быть, ну, немножко, понимаете, смотря где как и что сказано. Вы всегда смотрите в контекст. Обратная связь всегда рассматривайте в контексте. Если говорить про сложные какие-то формулы, мне ближе другой подход. Если взять из всех вот там существующих сейчас форматов, близко, скорее, что это ситуация. Ну, то есть, сразу же мы ситуативно это делаем. То есть, рассматривайте ситуацию. Затем мы ситуацию анализируем. Ну, то есть, каким-то образом, ну, там, анализ, какой-то делаем, вывод. И, то есть, потому что происходило, может быть, включая и свое поведение туда. То есть, может быть, разное, долевое участие, так сказать, в успехах и неудачах. А потом, затем, это заброс на будущее. То есть, что бы мы хотели в будущем. С близкими это и работает? И с близкими работает, и с сотрудниками это работает. И из тех форм, вот, мне кажется, самая продуктивная, потому что есть заброс на будущее. Знаете, вот, очень, мне кажется, не очень хорошим вариант, такой болотистой обратной связи. То есть, когда мы там выбрасываем замечание, вот мы его там обсасываем, обкручиваем. Важно показать, что какой-то выход даст человеку. Потому что, ну, что человеку делать с этой обратной связью? Вот, а дальше, да. И это и ребенку поможет. Вот если, ну, то есть, что делать дальше? Там, например, да вот так, например, посмотри. Ну, если ты нарисуешь, например, не хочу рисовать. Ну, то есть, ну, вот ты не нарисовал там, что в результате там, почувствовал. Вот, если нарисуешь потом, то, может быть, это даст тебе такие-то возможности. Человек должен возможности видеть. Потому что, согласитесь, сейчас, особенно, когда время очень спрессовано, что все очень быстро несется вперед, мы это прям видим, времени не хватает ни на что. Нам важно, что завтра уже будет. Вот при принятии, во-первых, конечно же, человек делает свои выводы. Я всех призываю делать свои выводы. Чтобы не сказал другой человек, вы думаете, для чего он это делает. То есть тоже, то есть он что делает? Он хочет вас поменять. Он хочет поменять ситуацию. Он в конструктиве находится. Нет, надо как-то считать. Надо учиться этому. Это вообще очень важный навык коммуникации. Когда бросают палку, надо смотреть не на палку, которая летит, а на того, кто ее бросает. Вы же не на сам конструкт смотрите, а на то, кто это говорит. Вы же в беседе находитесь, в контакте. Вот. Следующий момент, на мой взгляд, нельзя позволять минусовать себя ни за что. Ну, сразу. Ну, то есть вот просто, когда вас призывают к тому, чтобы, например, при еще незнании друг друга, там, начать говорить какой-то негатив, я бы вообще избегала таких ситуаций. Либо просто, ну, просто не позволяла это делать. С какой стати? Как уйти от этого? А прямо сказать. Знаете, я бы не хотела говорить в таком тоне. Или мне эта ситуация неприятна. Или эта ситуация не соответствует моим принципам. Я, кстати, раньше вообще брала это на вооружение, вообще говорила. Это не соответствует моим религиозным, православным принципам. Нет, ну, а почему? С какой стати? То есть я являюсь собой, образ Божий, меня начинают докритиковать сходу, предположим. Ну, я это говорила в культете, там, наверное, которые заканчивали. Раньше так психологов просто учили в негатив уходить. Это 90-е годы просто были. Тогда было модно, там, чтобы негатив весь сбрасывали. Потом уже я поняла, что таким образом людей ретравмируют. То есть они приходят там со своими недостатками, а их еще там ретравмируют, а они потом не могут консультировать. Оказывается, это было правильно. Поэтому здесь что? Надо себе доверять. Но при принятии есть еще один момент. Умейте слушать критику конструктивную. Вот это очень важный момент. Если вы видите, что человек более опытный, более талантливый, таких много, или компетентный в какой-то сфере, вам высказывают действительно какие-то вещи, может быть, даже что-то не договаривая, наоборот, примите критику, не пытайтесь ему объяснить, почему он не прав. У нас же есть вот эта реакция защититься. И, может быть, даже еще спросите еще. То есть попросите, расскажи мне еще, в чем дело. Потому что, честно, вот такие вот подходы, они мне тоже в жизни очень помогали, как и многим коллегам. Потому что деликатный человек может все не сказать. Он же тоже, вот мы заметили, обычно кто, наоборот, вываливает себе все, это обычно люди, которые тебя хотят как-то, ну, поманибулировать, поисправлять. А вот как раз люди конструктивные, они, может, часть скажут, но смотрят на твою реакцию. Вот это вот умение вытащить правильно обратную связь, тоже, мне кажется, такой правильный навык нашего времени. Как это сделать? Ну, во-первых, понять, еще раз говорю, с чем человек подходит. Вы уже наверняка уважаете этого человека, если знаете. Если не знаете, ну, присмотрите, поизучайте, кто это вообще. И если видите, что он может какие-то умные вещи вам сказать, спросите. Не опускайте, не погружайте в свое настроение, там, нежелание это слушать. Это интересно. Ну, заметила вообще, что у интеллектуальных людей, у них это есть. То есть вот это вот, когда тебя мысль захватывает, и вроде как бы критичную вещь говоришь, а человек говорит, так, 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 интересный конструктор, рассказывайте. Ну, и, кстати, обратная там, верно, если вы даете обратную связь, постарайтесь ее дать в соответствии с уровнем человека, чтобы он вас понимал. То есть, если это человек интеллектуальный, то на таком языке с ним и говорить. Ему интересны ваши серьезные выводы, а не поверхностные. Может быть, а, кстати, вот в этих случаях обратная связь говорит об интересе к человеку. Если мы даем глубокую обратную связь, люди понимают, что да, я интересен. Ведь вы же не будете заниматься человеком, который вам неинтересен. Это тоже надо учитывать. Что с вами будет разговаривать человек, либо который очень, там, как-то, да, соперничает с вами, либо действительно вы ему интересны. Ну, например, родители, ребенку. Кстати, часто бывает вопрос по поводу того, вот ребенку, стоит ли ребенка критиковать, да, вот очень много этого, что стоит, не стоит. Ну, понятно, что надо рассматривать возрастной антогенез, там, способен ли ребенок принять еще критику или нет, и насколько это жестко может быть, или мягко в игре, там, и так далее. Вот, конечно же, нельзя бить по рукам, конечно же, лучше ребенка поддерживать и постоянно как-то говорить. Ну, например, там, учтал стихи, там, ну, еще там, первые. Нудно, например, говорит, можно подсказать, как попробовать. Попробуй с выражением, а попробуй так. И дети очень быстро же подхватывают, там, чуть-чуть показываешь, они прям хоп-хоп и сразу уже раз, и даже потом считают, что это свой наук такой. То есть это они сами так всегда могли. Здорово, да. Я против того, чтобы держать детей в совсем тепличных условиях и не делать им замечания, особенно, когда они делают что-то уже потом более серьезное, например, подросткам, когда это какое-то плохое поведение, надо четко об этом говорить. Золотую середину найти, наверное. Золотую, но при этом, если это плохо, прям говорите об этом. Это же, ну, все-таки нравственное воспитание, это важно, это потом... Кстати, они потом тоже это ценят. Вы знаете, вот, я как психолог сталкиваюсь, я не занимаюсь с подростками, но с молодыми, молодых людей у меня много. И когда мы общаемся, я все же даю вот эту вот конструктивную тему. Вот вроде бы говорят, там психологи не должны там вроде бы как напрямую говорить. Напрямую нет, мы замечания не делаем человеку, но все же в плане альтернативы я говорю, я говорю, послушай, ну вот ты там жалуешься на то, что к тебе обращаются так-то. Но ведь ты, например, поступаешь с людьми так же, в общем-то, вот в этой ситуации, она была такой. И даже вот, например, ну, молодые люди, они же так взрывные, они говорят, ну вот, там даже один молодой человек мне там с иронией говорит, Илья Закин, вы мне прям портите жизнь, указывает типа на вот это. Я присматриваюсь, я говорю, ну, ты так не воспринимай это, не порчи жизнь, а на мой взгляд, наоборот. Я говорю, скорее освобождаю тебя в пространство для роста. Вот, и потом смотрю, через какое-то время он там говорит, вот знаете, вот вы мне тогда об этом сказали, мне было очень неприятно сначала, потом я задумался, а потом понял, что я вам не безразличен. Вот это очень любопытно, кстати, потому что, на мой взгляд, когда вот какие-то вещи ты подсказываешь, то в этом плане мы показываем свое неравнодушие. Потому что по тем объектам, на которые нам наплевать, мы обратной связи давать не будем. А как попросить обратную связь, чтобы не выглядеть навязчивым? Ну, и не навязчивым, либо не навлекать, там, знаете, воспитуемые, воспитательные всякие. Это, знаете, просишь, как вот в интернете бывает, там бывает человек говорит, а что вы думаете по мне? И там люди, которые там хотят польстить, пишут льстивые вещи, то хотят исправить там-то. Ну, во-первых, я бы, например, наблюдала за тем, как обратную связь люди дают в жизни. То есть вот просто, например, человек, вы начинаете, и в следующий момент, я бы вбрасывала тему на обсуждение. Не просто скажи мне, что я делаю не так, а скажи, вот, например, вот мы замыслили, например, такое-то дело. Вот пока получается так-то, что ты по этому поводу думаешь. Например, не просите мнения по себе, как по человеку, все же, особенно у людей неблизких. Ну, если это, там не какая-то прям группа, которая вам нужна. Ну, то есть, вообще не критиковала бы и других, как людей прям, и самого себя, как человека, потому что мы можем критиковать только поступки. Ну, то есть, да, там поступок такой-то, но мы же как человека-то другого не знаем, как и себя, собственно говоря. Вот это да. То есть, что ты думаешь о моем вот этом действии? Вот там вот, я вот решил так сделать. Лучше спрашивать у людей, которых вы уважаете, и иметь все-таки смелость дослушать, потому что это тоже вот такое. Хочется же сказать, почему ты так делаешь. Вот просто замолчать. Вот это, кстати, очень сложная, на самом деле, история. Так что хочется же объяснить. Просто вот у психологов у нас хорошо, у нас есть такая процедура супервизии, мы вынуждены обратную связь получать. Потому что каким бы ты именитым не был, не знаю, знают ли люди, но это так. Мы обязаны к супервизору обратиться и выслушать. Иногда это группы супервизоров. И у нас не принято спорить. То есть, нет, вы не так скажете. Вы знаете, я вот имела в виду, просто выслушай. То есть, тебе говорят, потом это может у тебя прорасти. То есть, тебе сказали, я вот люблю групповые супервизии, когда тебе говорят разные мнения. И бывает даже зачастую так. То есть, первое мнение покажется странным, например, какой-то, который отличается от твоего, а потом анализ приведет к тому, что это важно. То есть, обратная связь существует для того, чтобы мы могли думать о тех вещах, о которых не думали сами. То есть, собственно, когда нам ум другого человека реально нужен. Поэтому не спрашивайте всех подряд. Вы будете злиться только. А что с непрошенными советами? Мне кажется, сегодня это стало каким-то дурным тоном. Всегда надо ждать, чтобы тебя спросили. Ну, не всегда надо ждать, чтобы тебя спросили. Иногда вы можете, например, ну, смотрите, контакт никто не отменял. Например, если вам не нравится поведение человека, вы хотите все скорректировать, вы можете об этом сказать. Извините, вызов полиции, это тоже обратная связь. Непрошенная совершенно история, там, избиваешь жену, получи полицию. В этом смысле, здесь, это как бы нормальная история. То есть, если мы какие-то вещи просто там прерываем и так далее. Но другой вопрос, если мы говорим о простой, то есть, когда мы настойчиво прям лезем, пытаясь исправлять, это выглядит странно, да. То есть, надо человеку задуматься о том, как он выглядит. Иногда ничего не надо даже делать, сам себя убьет. Ну, замечала, например, мы проводим тоже. Если прям очень хочется, очень прям. Скажите корректно. Например, скажите еще с некой улыбкой. То есть, скажите, знаешь, вот прям смотрю на тебя, у тебя, например, ну, скажешь вам, что безвкусные вещи, а где-то не можете не сказать. Вот. Но здесь же не вам судить, там, об этом. Такая, знаете, вот очень интересная, оригинальная штука. Никогда бы не подумала такое надеяться, но вот смотрится интересно. Например, там, или что-то там. Я так никогда такого не видела. Вот. И вы... С подтекстом. Ну, смотрите, здесь же, конечно, вы это говорите почему-то. И поанализируйте у себя свои чувства. Понятно, что, скорее всего, вас почему-то человек привлекает, и вы ему завидуете. Ну, почему вдруг, да, там, например, что-то он себе позволяет, значит, что вы себе не можете позволить. Но другой вопрос, вы и молчать не можете. Вы тоже можете сказать, а почему тогда не промолчать, себя не повоспитывать? Ну, потому что это может перейти в более там негативные ваши чувства. То есть, вот здесь можно какую-то нейтральную, нейтральную форму это привести, поупражняться в этом. Вот. И в то же время научиться и человека не обижать. ну, то есть, то есть, дать ему это. Или, например, действительно, вам кажется, что это мешает ему, например. Ну, кстати, знаете, здесь тоже мы часть себя награждаем таким качеством, как все видеть и знать, и знать там. Зачастую, может, человек понимать это, но, например, просто он не может что-то изменить. Ну, даже там, например, ну, сказал какое-то грубое слово, которое не хотел говорить, например, вырвалось, но он и сам это понимает, он делает этот вывод. Не обязательно каждый раз за человеком бегать, да, в этом плане. Но может действительно какие-то вещи, которые, ну, там могут быть для него проблемными. Еще раз говорю, если из любви говорите, из того, чтобы помочь, говорите, если нет, то это другая история. И это люди чувствуют. Понимаете, вот изначально, почему мы вообще об этом так много говорим? Вот, ну, надо же там обсуждаем обратную связь. Потому что, в принципе, конечно, человек это социальное существо. И он находится в постоянной синхронности с другими людьми. Ему мнение других важно. Если ты, конечно, не человек больной, там, если ты вменяемый, то, безусловно, тебе важно мнение других людей. Единственное, многие настолько ранимы, что им надо отстроиться от него. Это да. То есть, как сейчас говорят, границы расставить, да, то есть у здорового человека границы есть. То есть ему не надо там специально что-то делать. Но, если человек травмирован, да, границы строятся специально. Но в целом, вот эта социальная синхронность, принадлежность к какому-то большинству или какой-то вообще группе, идентичность групповая нам важна. Мы же все время сверяемся, в каком полу, возрасту, в какой религиозной группе, национальной мы относимся. И вот это уже как бы определяет важность обратной связи. Мы ее получаем постоянно. Не только тогда, когда мы ее говорим. Просто надо понимать, что когда мы говорим уже, это прям напад для человека. То есть, иногда бывают люди, которые прям не могут стерпеть никак, они прям пытаются высказать, но надо понимать, что для человека это и так звучит громко. Даже если он в ответ улыбается или говорит, мне это не важно, он так может быть строит границы, может он ранился уже, а вас? Вот. Ну и конечно, вот если говорить про детей тех же, как ни странно, самым внимательным надо быть вовсе не воспитателем там и посторонним людям, а именно родителем. Потому что ребенок травмируется в пространстве родителей. Все остальное это вторично. То есть там вот иногда говорят, ой, там бросила девушка или учительница накричала, ребенок травму получил. Нет, друзья, если у него от родителей не было травмированности, то там он прям травму не получит. Он получит неприятный опыт. Но еще вот если там с родителями все в порядке, то он про учитель скажет, что-то учитель... То есть в этом плане вот это вот обесценивание тоже, оно тоже механизм такое вот устранение неприятной обратной связи. Ну, видите, тонкая грань. То есть в этом плане так социальная адаптация наша проходит. То есть когда мы получаем ее постоянно. Это даже сплетни, сплетни. Надо научиться про себя слушать, не бояться их понимать, как с ними работать. Ну, мы обсудим это еще в отдельном выпуске, да, про сплетни. Поговорим с Еленой Закировной. Совершенно незаметно время нашего выпуска подошло к концу. Да. У меня еще был вопрос про обратную связь самому себе, как это делать. Будьте честными с самим собой. И вот по отношению к себе нужно быть очень критичными. Можно позволить критику против себя, но при этом положительное отношение. Не убивайте себя, но критикуйте. Тогда вам не будут опасны никто другие. То есть вы должны опережать в критике. Тогда будете вооружены. Благодарю вас, Елена Закировна, за интересную беседу. Благодарю. Ждем вас снова к нам в программу. На этом наш выпуск подошел к концу. Если вам есть что сказать, обязательно дайте обратную связь. Ждем ваши комментарии в группе телеканала Самара Гиз ВКонтакте. Это была программа «Разговор по душам». Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова